Светлана Владимировна Новая Доброго времени суток, дорогие милые люди! И мы сегодня в эфире и продолжаем очень интересную тему. Очень, да. Да, тема очень действительно интересная. Называется она «Материалия наживы». И, как мы и договорились в предыдущем нашем выпуске, что мы запускаем мгновенную передачу высокой энергии. Каждый, кто начинает включаться в процесс, включает и начинает просматривать, сразу же мы включаем мгновенную передачу высокой энергии. Да, быть этому. То есть мы сейчас утверждаем это. Значит, давай ещё раз. Может, новенький? Да. Приношу великую любовь и благодарность за включение мгновенной передачи высокой энергии. Быть этому. Да, быть этому. То есть утвердили. Вот сейчас как раз вы смотрите эфир и сразу утверждаете. И она пошла работать. Ну, кто-то скажет чудеса, кто-то скажет бред, кто-то скажет, я не верю. Это дело абсолютно каждого человека. Мы работаем для верующих в себя людей, которые всё больше и больше хотят познать и раскрыть себя за эту короткую такую жизнь. Да, поэтому можно также прямо сейчас включить программу продолжительности жизни, да? И омоложение, и увеличить в себе продолжительность жизни. Омоложение. Омоложение, да? Омоложение, давайте. Да. Поэтому приношу великую любовь и благодарность за своё омоложение. Да. Можете даже назвать возраст. Нет, да, на тот возраст, на который вы готовы. Вот смотрите, если, давайте утвердим, приношу великую любовь и благодарность за включение программы омоложения. Омоложение, да, быть этому, в которую входят регенерация, активизация, активация, трансформация, трансмутация, преобразование. Омоложение на клеточном уровне, да, а омоложение во всех сферах моей жизни, потому что и моего устройства. Потому что устройство огромное, и оно везде будет включаться. Вот. Да, быть этому. То есть расшифровывайте обязательно, когда вы проговариваете, например, о омоложении, значит, туда добавляйте возраст, вес, там что-то ещё, что-то. Какие у вас, вы считаете, изъяны? Хотя у высокоразвитых людей, я сразу говорю, изъянов нет. Они принимают себя такими, какими есть. Поэтому сейчас вы чувствуете себя так, а завтра буквально вы будете себя чувствовать по-другому. И немаловажный факт, который надо учесть вот в этой практике. Обучайтесь на себе, когда вы смотрите в зеркало, обучайтесь на себе принимать себя. То есть там морщинка, там бёдра, там ещё живот, там ещё что-то. Да, всё, что вам не нравится, вы постарайтесь больше об этом не говорить. Всё принимаю в себе, да, и включаю программу омоложения быть этому. И перечисляем на клеточе, молекулярном, ядерном, на разном уровне, да, там на высоком уровне моего устройства, да. Мой вес такой-то, такой-то, и возраст такой-то, такой-то, такой-то. Но, когда вам 60, и вы говорите, что вам нужно 25, это вполне естественно, абсолютно. Тогда не забудьте понаблюдать за собой, что вы будете себя вести, как в 25 лет. У вас будут некоторые повадки именно этого. Да, интересно. У нас есть достоверный факт. У нас одна женщина пошла на перезагрузку. И вот сегодня, после того, как она была парализована правой стороной, там ещё что-то, ещё что-то, она, у неё поведение стало абсолютно того момента, которым она ощущала уже себе. То есть сначала у неё была ясельная группа, сейчас подростковый возраст, потом пойдёт уже выше и выше. Это на самом деле так. Вот это да. То есть у неё поведение даже и слова соответствует возрастным изменениям. Естественно, это перезагрузка, о которой мы уже говорили с тобой. А сейчас у нас что с тобой? Тема сегодня у нас материальной наживы. Мы продолжаем эту тему. И вот на вопросе, на котором мы закончили, чем будут всё-таки расплачиваться те, кто поддерживает в себе вот эту материальную наживу? Ну, совсем расплата слова такое жёсткое. Вот. Я думаю, в чём они несут ответственность, скорее всего. Почему? Потому что, знаете как, когда человек неосознанно что-то делает, он думает, что он невидим вообще. Он только там внутри сделал, что он считает нужно. Есть же осознанное и неосознанное. Но я сразу говорю, что от ответственности никто не освобождён. Почему? Потому что именно неосознанность человека говорит об его низкой эволюции и низком этапе развития. Потому что, когда осознанно человек, он себя будет держать от тех шагов, которые он привык делать. Ну, например, дать сдачу кому-то или ещё что-то. Но дело в том, что ответственность всегда несёт тот, кто больше эмоционирует. Понятно, да. Внутри вот так раскачал себя человек, всё, мало того, он обесточился. Почему, когда после вот ругания, да, болит голова и идёт как упадок сил, да? Это только потому, что человек потерял много энергии. А тот, который был, вынудил на такое, скажем это, он наоборот насытился, да, энергией. И получается, что когда вы ругаетесь, да, или даёте реакцию, да, вот вы сюда даёте, да? Ага. Сейчас. Вот человек, который вызвал вас на провокацию. Вот, смотрите. То есть вы, вы в спокойствии, да? Вы в спокойствии, вы даёте ему это спокойствие. А у него наоборот к вам вот такое вот. Претензии, недовольство и тому подобное. Значит, если вы в спокойствии, значит, претензии и недовольство уйдут к нему. Если вы дёрнулись, а вы высокоразвитый человек, идёте по этому развитию, да, неважно, только пришли вы, или это, уже ответственность всё вынесёте. Да. А если вы стали ему вот так же отвечать, да, то уподобились, да, своему себе прежнему. Уподобились, во-первых, этому человеку, да, и потеряли энергию, естественно. Но стопроцентную ответственность вы берёте даже за него, на себя. Почему? Вы знаете эти законы, но вы продолжаете делать. Да, это очень важно, на самом деле, сейчас подсказка. Для материальной наживы, кстати, это очень хороший закон. Это же не только осуждение так работает. Это работает всё, то, что делает в материальном мире человек. Он же сначала на уровне мыслей делает, да, он принял решение, о, я этого там накажу, этого сворою, этого обману, этого ещё что-то. Да, вот хорошую практику тоже дали в прошлом нашем выпуске, что включаю, да, приношу великую любовь и благодарность за включение осознанности в своей ответственности, да, вот это вот тоже. Да, да, да. Поэтому вот этот закон, ну, конечно, он хорошо работает на осуждении, или там разные пересуды, да, вот. Но ваша задача как раз этого человека стоять, это называется позиция сверху. То есть вы не включаетесь в ответственность другого человека, тем самым сохраняете себя. Мы будем говорить об этом часто. Почему? А потому что люди не знают этих законов. Да. Судя по тому, как они мыслят, говорят и делают. А вот вопрос такого плана ещё был. Вот в каком органе концентрируются вирусы материальные наживы? В каком органе? Да. Да во всех абсолютно. Ты хочешь сказать, что он в сердце? Ну, да. Нет? Да нет, он везде. Везде, да. Да. У него, как бы, объём его эволюции, ну, развития. Там всё работает на это. Даже он и поэтому не осознаёт. Сущности, на которых сидят, они же отдельные, да? Сущность материальная нажива, она имеет свою, знаете, как частотность и имеет свою, как бы, флору в организме человека. И вот она может на уровне сознания даже прицепиться, да? И человек будет, ой, я же всё правильно делаю, чё же я? Я ничего там не наживаюсь. Это они там, я просто зарабатываю. Но сплошь и рядом, когда человек осознан, он всегда поймёт, где он наживается. И где он хочет нажиться. И у него, как правило, у развитых людей это не получается. Им всё это отбивается. Иди вот таким путём, прямым. Значит, если не веришь себе, значит, учись верить себе. Поэтому материальная нажива везде живёт, потому что одно из... Как заражается вирус, он как бы передаёт и информативно, да? И физически так брызгнул, брызгнул, и всё. И человек раз, и в этом находится. Поэтому представьте, если он везде приходит на работу, домой, везде вот эта материальная нажива, который... Да, кстати, да. С 20-го года коронавирус дал этот толчок к этому. Которая витает не только, а вообще уже в поле витает людей. То есть можно просто ухватить, да? Ты вот идёшь, например, да? Тоже с Владимиром Ивановичем недавно разговаривали. Он говорит, вот вижу деньги. Ну, думает о том, что сейчас увижу деньги. Деньги начинают падать. Ну, то есть это, получается, ухватило, да? Как бы в поле, да? Вот эта вот программа рвачества, да? Она же неосознанно прицепляется. Ты сам даёшь добро, да? На то, чтобы как бы соглашаешься на это. Да, ты соглашаешься на это. Одно дело, смотрите, вы там договорились честную сделку сделать. Вы это всё по-честному и пошли. А другое дело так. Приходишь, кто-то там куда-то приходит в магазин. Ну, например, колбасный магазин или мясной там. Или ещё. Ну, обычные вот эти дела. Кто-то зашёл, а там, например, она стоила там 600 рублей, а она сразу 700 рублей. Вот так вот, знаете? Это же чувствуется в парикмахерских это. В строительстве. Да вы что? Я говорил вам, что это тысячи, а вы мне что, 600 платите? Ну, типа так. То есть договорная основа на бумаге и то. Значит, обязательно смотрите, кто рядом с вами. Потому что если дать, тем более это, знаете, чем выше поднимается человек по развитию, тем больше с него ответственность, с кем он связывается. Ну, и ухищрения всякие ещё больше добавляются. Если он видит, что этот человек вот так вот, и он ещё ему потакает, то он попадёт вот в этот разряд. Там уже мама не горюй. Обязательно сюда попадёт. Почему? Потому что он видел и не предотвратил. И тот человек, который не предотвращает, а опять, как дважды в эти грабли, опять идёт. Вот уже третий, четвёртый будут жёсткие такие случаи. Вплоть до скалывания, например, ремонт, если взять. Да, то есть обязательно будет скандал здесь. Обязательно. Не из-за того, что ты плохой, а из-за того, что там плитка лопнет, её надо менять, опять деньги. Там это, это, это. Обязательно будут деньги показывать, что ты зацеплен. А зацепка – это как раз вот эта схема. Когда ты неспокоен, ты цепляешься за результат. Самые жёсткие зацепки – это у людей. Понимаете, друг к другу. Да, поэтому прямо сейчас, пока вы смотрите, вспомните ситуации, в которых вы зацепились за результат, зацепились за деньги и сразу же… Или за человека. Если вы о человеке думаете с утра до вечера, этот человек обязательно проявит себя с негативной стороны для вас. Не важно, как ты о ней думаешь. А вот потому, что вы разрушаете, конечно. Вот эта мысль крутится. Во-первых, вы разрушаете себя, этого человека, потому что это обычно чувствительные люди. Они обязательно дадут сдачу. То есть неважно, в каком формате ты думаешь о человеке, даже если ты хорошо думаешь о нём. Нет, но если хорошо о человеке думаешь, зачем сдачу давать? Там же мы говорим о том, что пространство, когда разумное становится, оно мощное. Вы понимаете, оно само работает. Там уже ты не работаешь. Только для того, чтобы другому дать понять, что отцепись. Понятно. То есть там упал, очнулся гипс, ещё что-то. То есть вот эти вот ситуации, они как раз показывают, что человек вырабатывает агрессивную энергию, особенно которая, знаете, с пеной у рта, есть же люди, которые приспосабливаются там, внутри, а внешне вы никогда не догадаетесь, что он агрессивный. А его видно просто. Понимаете? Это когда у вас способности открыты. Поэтому включаем способности. Самая главная способность – это у нас любить и потом уже далее благодарить. Поэтому приношу великую любовь и благодарность за активизацию в себе способности любить, благодарить, принимать, быть в состоянии довольствования, постоянно находиться в созидании. И с деньгами. Быть этому. Вот эту практику быстренько, поднимая вас до уровня своих энергий. Да, как только, если у вас появляются деньги, вам передают, вы тоже, да, говорите, приношу великую любовь и благодарность, подносите вот так вот к середине груди и поднимая вас до уровня своих вибраций. Вот. То есть такой жест делаете кверху. Сейчас, да. Да, тем самым получается так, что вы высветляете эти деньги и деньги по своему объему становятся очень мощными. И большими. Да, большими, распространяются уже далее. Вот эта незначительная практика, да, поднимая вас до уровня своих энергий, вибраций, она учит человека благодарности, потому что люди не умеют еще благодарить именно себя, они только обучаются многие. Вот. Поэтому это одна из техник. И что плохого в том, что вы берете каждую копеечку и на самом деле показываете жестом для себя, для мира сущего, что вы именно благодарны этой копеечке. Вот, кстати, открыла страницу даже, да, в самом начале, на 162-е, вот практика на принятие. То есть я темная часть, и я светлая часть. И вот на самом деле действительно все гениально и просто. Надо лишь взять лист бумаги и написать свои проявления. Вот, то есть за день, да, какие у вас есть, например, темная часть претензий к себе, обиды, осуждения, там, непринятие, там, ревность, зависть, да, рвачество, там, допустим, жадность, алчность, корысть. Вот. Все эти моменты вы отмечаете, да, и я светлая часть. Радость, благодарность, милосердие, да, согласие с собой и миром, принятие всего, высокое осознание. И далее, далее продолжаете. Вот. И, конечно, чем больше вы будете писать вот именно касаемо темной части своей, оно потихонечку будет вытесняться. Это точно, да. Но оно будет ослабевать, по крайней мере. Вот. Ну и далее уже, соответственно, вообще будет уходить. И если вам кажется, что мы повторяем одно и то же, это не так. Дело в том, что сознание человека очень быстро растет. И то, что вы осознаете на одном уровне, да, вы вообще, когда дойдете вот до более высокого уровня, то вам будет казаться, что вы никогда не слышали о том, даже об этой практике. Понимаете? Потому что сознание, когда растет, человек постоянно меняет свое мировоззрение, свои вкусовые даже качества, свои эти чувства. То есть он говорит, да я вот недавно только верил, но это была другая вера, чем я вот сейчас здесь верю. То есть вот так вот. Да, поэтому можно даже тоже сейчас перейти к практике, включая в себе новую веру. Можно так сказать? Да, конечно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!